Дмитрий Ильич, в своё время вы взяли огромное количество интервью, очень интересных интервью, в том числе и у российских людей, и из бизнеса, и из искусства. Есть ли у вас разочарованность в тех людях, от которых вы не ожидали, вот их, будем так говорить, подлой позиции? Есть ли такие люди? Есть. Такие люди есть, и их немало. Такие люди есть и среди моих друзей, бывших друзей, к сожалению большому. И я не хочу их понимать, и я не хочу их прощать. И всё, что было у нас светлого во время нашей дружбы, во время долгих лет нашей дружбы, останется со мной. Но я больше не хочу ни знать их, ни слышать, ни видеть. Потому что поддерживать фашизм могут только нелюди. Дмитрий Ильич, в продолжении предыдущего вопроса, а какой бы вы задали, если бы у вас было возможно взять интервью Владимира Машкова, какой бы вы задали первый и последний вопрос? Я не хочу брать интервью Владимира Машкова и даже думать об этом не хочу. Он идиот и он подонок. Он фашист для меня. Человек, публично поддерживающий русский фашизм, это фашист. Поэтому я ненавижу его, как всех русских фашистов и фашистов вообще. Ненавижу этого человека. Мне больно от того, что он сыграл прекрасные роли. Он замечательный актёр. В том числе, снимаясь в Одессе, которую сегодня бомбит его фюрер. Я имею в виду фильм «Ликвидация». Я жалею, что я вообще с ним встречался. Мне очень прискорбно осознавать, что этот талантливейший актёр, талантливейший, к тому же, наполовину еврей, оказался фашистом. И я просто желаю ему когда-нибудь почувствовать то, что почувствовали убитые люди в буче, изнасилованные девочки от его любимой фашистской русской армии.